Добрый вечер! Мы приветствуем вас на нашем служении Церкви Спасенной чтобы служить и снова пророчествуй! На еще одном выпуске нашей программы «Понимание пророчеств», где мы с вами вместе сможем проанализировать те события, которые происходят в настоящее время, и увидеть, как эти события исполняют пророчества Библии. И прежде чем мы начнем нашу программу, давайте начнем ее с молитвы. Отец Небесный, Ты наш Великий Учитель, просвети нас, предостерегай нас, воспитывай и приготовь нас к этим заключительным сценам истории планеты Земля. Принеси возрождение и реформацию нашим сердцам, чтобы мы могли продвигаться вперед активно, нести и распространять весть Евангелия в эти последние дни. Благодарны Тебе за то, что Ты слышишь нас и отвечаешь нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. По мере того, как мы приближаемся ко второму пришествию Иисуса Христа, мы видим, как сатана и его агенты активизируют свои усилия, противодействуя Богу, Его истине и Его народу. И одним из этих способов, с помощью которого они совершают эту работу, через объединение народов, объединение в области экономики, и также через объединение церквей. Это объединение станет инструментом, который будет использоваться в финальном кризисе и начертании зверя, который уже приближается. Как вы уже поняли, сегодня в нашей теме мы будем говорить об ускоренном объединении в области экономики, объединении народов, и также объединение церквей. И нужно сказать, что это объединение происходит в очень быстром темпе. Я бы хотел обратить ваше внимание на послание апостола Иакова. Послание Иакова, глава 5. Хиллари, ты уже открыла? Да. Послание Иакова, глава 5. И давайте начнем чтение с 1-го стиха и до 3-го стиха. Слово Божье говорит нам о последнем времени, что силы сатаны или последователи сатаны из людей будут использовать свою власть очень изобретательно, чтобы взять под контроль покупательную способность населения земли, что будет использовано для преследования народа Божьего в последние дни. Итак, послание Иакова, глава 5, стих 1-й и до 3-го стиха. Послушайте, вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. В последние дни, одним из способов, которым будет действовать сатана, он возьмет под контроль экономики различных народов. И дьявол, как мы это видим, работает с успешностью, чтобы контролировать мировую экономику. Потому как нам известно, что мы не сможем покупать или продавать, если мы откажемся поклониться этой ложной сатанинской системе и ложному дню поклонения. Поэтому сатана и его сподвижники из людей должны прежде взять под свой контроль банки и экономику различных стран. На своих экранах вы сейчас видите это утверждение, которое взято из свидетельств для церкви. Том 9, страница 11, здесь сказано следующее. Силы зла объединяются и готовятся к последнему великому кризису. Вскоре в нашем мире произойдут большие перемены и заключительные действия будут очень стремительными. И нам известно, что самым главным врагом Иисуса является в первую очередь сам сатана. А у сатаны, разумеется, в подчинении имеются люди, которых он использует как свои инструменты. Это организация, которая является инструментом в руках сатаны. И в первую очередь это папство, которое контролирует экономику во всем мире. И не случайно, папа Франциск призвал мир к новому экономическому порядку. Он критически отзывается о капитализме. И в этом утверждении, которое на экране, вы можете заметить, как замаскированно и скрытно они действуют. Они говорят, мы нуждаемся в новом экономическом порядке и в новом мировом порядке. В новой банковской системе это все делается под видом помощи бедным. Во имя бедных. Но мы знаем, что если мы соединим и проанализируем слова и утверждения папы Франциска, когда он призывает к этому новому экономическому порядку, все это будет связано с национальным воскресным законом. И это можно подтвердить, прочитав некоторые высказывания папы из его энциклики «Лао да то си». Энциклика, которая была посвящена изменениям климата. Посвящена борьбе с изменениями климата. В последнем параграфе говорится о том, что все народы на земле должны установить воскресный закон. Для какой цели? Чтобы решить проблемы бедных. И также это связано, по его мнению, с проблемами изменения климата. Давайте сейчас вместе откроем книгу Даниила, 11-ю главу. 11-я глава книги пророка Даниила и стих 43-й. 43-й стих 11-й главы книги Даниила говорит, что этот агент сатаны в последнее время будет добиваться того, чтобы контролировать экономику этого мира. Верно. Давайте прочтем 43-й стих. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта, ливийцы и эфиопляне последуют за ним. И параллельное место находится в 18-й главе книги Откровения, стихи 2-й и 3-й. Здесь говорится о тайне Вавилона, о матери церквей, блудниц. В этих стихах, в первую очередь, говорится о папстве. В 3-м стихе сказано, что ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею. И кто еще? Купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Итак, мы видим, что папство желает получить контроль не только над экономикой, но и контролировать самих купцов. Итак, центральной темой является тема поспешного объединения, консолидации. То, что мы увидим, объединение в экономической сфере всех стран происходит поспешно, быстро. Быстро происходящее объединение церквей. И в первую очередь мы посмотрим, что происходит в вопросе безналичных расчетов и платежей. И это, как мы понимаем и видим, является исполнением пророчества. Безналичный расчет является одним из действенных путей, через которые работает сатана для того, чтобы консолидировать, объединить, монополизировать банковскую систему всех народов. И только с помощью одного нажатия клавиши они могут лишить граждан различных стран, оставить их полностью без чего? Без единого цента. Хорошо. Вот, пожалуйста, Швеция. Давайте скажем пару слов о Швеции. Мы уже с вами говорили об этой стране, но что совсем недавно произошло в этой стране, в Швеции? И что побуждает нас напомнить вам эту информацию? Давайте прочтем вместе второй параграф сверху. Швеция повсеместно известна как страна, которая более всего использует безналичный расчет. Центральные банки, здесь написано во множественном числе, пришли к тому, чтобы рассчитываться безналичной электронной валютой. И также в Израиле центральный банк приходит к безналичному расчету. Россия также пришла цифровым расчетом в банках, к дигитальным расчетам. Китай также приходит к безналичным расчетам. Мы переходим сейчас в западное Пелушария, это Америка. Тех, кто путешествует, как совершают свои расчеты? По безналичным платежам. Рестораны, как там происходит оплата? Безналичными. И даже в различных пекарнях и закусочных, и посмотрите одну статью от 3 апреля 2018 года. В этой статье опять-таки говорится на эту же тему. Газета Гардиан, в заглавии сказано. Глава Центрального банка Швеции призвал к общественному контролю над платежной системой этой страны. Поскольку Швеция является ведущей нацией по вопросу безналичной оплаты, и так то, что происходит в Швеции, произойдет и в других странах. И они перейдут от обычной валютной системы оплаты к дигитальной цифровой валютной системе. Это все происходит постепенно. Деньги от общественного пользования переходят в руки частных банкиров. И основываясь на том, что говорит Писание и пророчество, кто контролирует и управляет денежными потоками? Кто контролирует банкиров? Папство. Посмотрите это, друзья. Хиллари, прочти, пожалуйста. В феврале месяце Центральный банк Швеции предупредил, что вскоре Швеция может столкнуться с ситуацией, в которой все платежи будут контролироваться банками из частного сектора. Давайте повторим еще раз. В феврале глава Центрального банка Швеции предупредил, что вскоре Швеция может столкнуться с ситуацией, в которой все платежи будут контролироваться банками из частного сектора. Но некоторых людей эта информация совсем не шокирует, потому как мы в Америке. Ну, например, многие люди здесь в Америке обмануты и думают, что их банковская система работает во благо общества. Но это не так. Все работает для пользы частных банкиров. Верно. Нам известно это имя Федеральный резервный банк. Но этот банк никак не связан с федеральным правительством. Почему? Потому как федеральное правительство по многим причинам не имеет контроля над Федеральной резервной банковской системой. Это обманчивое название. Итак, что мы сейчас видим? Деньги от граждан Швеции сейчас должны уже перейти к частным банкирам, и в этом нет ничего нового или странного. Они просто опубликовали уже то, что они давно сделали. Второе предложение. Управляющий Риксбэнк Стефан Ингвес призвал к принятию нового законодательства для обеспечения общественного контроля над платежной системой, утверждая, что возможность совершать и получать платежи является благом для всего общества, подобно тому, как существует защита в судах или как общественная статистика. Разве это не шокирующее заявление? Деньги должны быть переданы под управление частного банковского сектора. И на каком основании все это делается? Ради всеобщего блага. Скажите мне, что вам все это напоминает? Выражение «всеобщее благо». Мы вспомним того, кто впервые высказал эти слова. Папа Франциск. Он вышел перед Конгрессом. Это тот же самый Папа Римский. И что он провозглашал там перед Организацией Объединенных Наций? Об общественном благе. Он говорил о всеобщем благе. И что же это за понятие такое «всеобщее благо»? Это римо-католическое социальное учение. И это учение о всеобщем благе. Куда это учение ведет? К отказу от личных прав. Прямо здесь, на экране написано, друзья мои, термин «всеобщее благо» уже был использован для того, чтобы подготовить почву для навязывания воскресных законов. И это то, что происходит сейчас, друзья. Давайте вернемся к этой статье. Если вы контролируете... Послушайте только, о чем они говорят в Швеции. Если у вас есть контроль над серверами, принадлежащими... И опять они здесь говорят об электронном формате по работе с валютой. Если у вас есть контроль над серверами, принадлежащими виза или мастер-карт, в таком случае вы контролируете Швецию. Вау! Что вам все это напоминает? Если у вас есть контроль над серверами или над компьютерами, принадлежащими виза... То вы становитесь генеральным директором визы. И кто же является этим директором визы? Римский католик. Поборник римского католицизма. Можем мы увидеть связь всего этого? И это человек по имени Альфред Келли. Именно он является генеральным директором визы. И инициатором, чего он был в 2015 году. Он был одним из тех, кто организовал папе Франциско этот визит в Соединенные Штаты. Этот человек является правой рукой папы римского. И директором визы. Так и есть. И в Швеции говорят, если вы контролируете компьютер или сервер, а кто контролирует визу в Швеции? Платежную систему. Частные банкиры? В таком случае вы управляете Швецией. И помните, Библия говорит нам книге притчей в 22 главе, в 7 стихе. Должник... Хиллари, закончи, пожалуйста, этот стих. Делается рабом взаимодавца. И я только что подумала о том, что еще одной проблемой этого безналичного сообщества является то, что они подталкивают людей к тому, чтобы те брали в долг и становились таким образом слугами системы. И в конечном счете слугами папства. Виза и подобные ей финансовые системы, они управляются частными банкирами. Верно? И основываясь на тексте, который мы ранее уже прочли, из книги Откровения 18 главы, стих 3, кто находится в гармонии, и кто действует согласно планам и целям папства? Купцы. Купцы. Для того их и финансируют, чтобы они могли предварять в жизнь их планы и цели. Итак, это началось... В Швеции. Почему именно Швеция считается обществом самым большим количеством безналичных расчетов? Почему именно Швеция? Почему именно в Швеции они пожелали забрать деньги у общества и отдать их под контроль частных банкиров? Почему же именно Швеция? Это не просто совпадение. Именно там, в Швеции, происходила еще одна консолидация, которая предшествовала этому движению по безналичным расчетам. И это было объединение всех церквей. 31 октября 2016 года, и охватывая весь период до 31 октября 2017 года, они провозглашали там о том, что больше не существует протестантской церкви. Вся эта идея зародилась в городе Лунди, в Швеции. И уже потом распространилась в других местах. То, что мы сейчас показывали, это поспешное объединение банков, промышленностей и народов. Потому как многие народы сейчас быстро расстаются со своей наличностью, наличными деньгами. Да. Рестораны и другие бизнесы в Америке быстро превращаются в места по безналичному расчету. Верно. И даже уже на Карибских островах биометрическая система. Что вообще такое эта биометрическая система? Это все для безналичного расчета. Приводит также к безналичному расчету. Да, именно. Сейчас мы наблюдаем этот быстрый переход. Окончи то, что ты хотел сказать. Пожалуйста, пожалуйста. Мы все сейчас видим одну всемирную экономику. И именно туда ведет это движение по безналичной оплате. И также мы наблюдаем движение к одной церкви, всемирной церкви. И если вы поймете, что означает слово католическая церковь, это означает всемирная церковь. И так и начиная с 2016 года. Они говорят повсюду, что существует только одна церковь. Подобно тому, как существует один всемирный центральный банк. Насколько же быстро Папа все это продвигает. И Папа Римский говорит, что его правление как Папы будет очень коротким. И он показал всему миру цель, куда он хочет идти. И он является иезуитом, и он делает все это. Для того, чтобы отменить все достижения протестантизма. И если это произойдет, то больше не будет звучать протест против папства матери блудниц, основываясь на том, что сказано в пророчествах Библии, и станет чем? Одной церковью. Посмотрите на это, друзья. Послушайте внимательно. Хиллари, прочти нам это, пожалуйста. И еще раз, то, что произошло в Швеции, это последствия всего этого. Они взяли публичные фонды и передали их в руки кому? Частному центральному банку. Посмотрите, то, о чем здесь сказано. Это за 6 апреля 2018 года. Католическая месса празднуется впервые за 500 лет в шведском кафедральном соборе. Что есть значительное в том, что они здесь говорят? Впервые за 500 лет. В 2017 году отмечалась 500-летняя годовщина того, что Мартин Лютер прибил 95 тезисов на дверь в церкви в Виттенберге, Германия. И это все происходит как? В очень быстром темпе. Разрушение достижений протестантизма. Сейчас мы можем наблюдать поспешное объединение церквей и динаминаций, верно? Да. И это все происходит как? В очень быстром темпе. Обратите на это внимание, друзья. Итак, что мы видим? И то, что происходит в различных странах, в банковской отрасли, и также и церкви, объединяются. И потом, что должно произойти? Давайте откроем вместе послание Иакова. Откроем послание Иакова, 5-ю главу. Послание Иакова, глава 5-я. И давайте рассмотрим еще одно объединение. Мы наблюдаем объединение в трех сферах. Стремительное объединение народов, экономик и церквей. Да, верно. Посмотрим послание Иакова, 5-ю главу, стихи с 7-го по 11-й. Библия показывает нам в 7-м стихе, в контексте 2-го пришествия Христа, стихи с 7-го по 9-й, 2-е пришествия Христа. Друзья, читайте 5-ю главу. И затем 10-й стих и стих 11-й повествуют нам о том, что произошло с Иовом. И это повторится в эти последние дни. А что, Хилари, произошло с Иовом? И записано в первой главе книги Иова. Мы должны ожидать повторения этой истории, основываясь на послании Иакова, 5-я глава. Стихи с 7-й по 11-й. Там описаны бедствия за бедствием, быстро сменяющие друг друга. Один слуга докладывал об одном бедствии, и приходил следующий слуга, и докладывает о другом бедствии. Запишите еще одно место. Книга Откровения, 16-я глава, стихи 13-й, 14-й. Когда мы видим объединение церквей, то мы должны понимать, что они собираются вместе для того, чтобы идти против... Какой группы людей? Против народа, соблюдающего заповеди Божьи. Быстро ли они продвигаются к намеченной цели? Да. То, что написано в книге Иова, в первой главе, там бедствия быстро сменяют одно другое. Видим ли мы это сейчас? Друзья, посмотрите внимательно сейчас на экран. 9-е апреля. 9-е апреля 2018-го года. Прочти, пожалуйста, заглавие, Хилари. Землетрясения в США, Калифорния, Оклахома, Техас и Небраска, быстро сменяющиеся удары. Вы обратили на это внимание? Заключительные действия будут очень стремительными. Заключительные действия в быстрой последовательности. Волна мощных землетрясений потрясла западную и центральную часть Соединенных Штатов. Некоторые из них сопровождались ужасным кольцом огня. Около 8 землетрясений потрясло Соединенные Штаты в быстрой последовательности. Все они происходили 9-го апреля. Также произошли землетрясения на Аляске, Небраске, Техасе и 3-е в Калифорнии. Как в Калифорнии, так и в Аляске землетрясения сопровождались смертоносным кольцом огня. Самая большая и самая активная линия разломов земной поверхности в мире простирается в Новой Зеландии, по всему восточному побережью Азии, до Канады и США и вплоть до южной оконечности Южной Америки, что вызывает более 90% землетрясения в мире. Это прямо на краю этого разлома. Давайте посмотрим, что Бог этим желает нам показать. Какова наша тема сегодня? Поспешная и быстрая смена событий. Быстрое объединение. Ты совершенно правильно сказала. Теперь давай посмотрим, что Бог желает показать нам с помощью этих событий. Опасные землетрясения могут произойти в этой местности. Это напоминание о том, что Хиллари... Мы должны быть готовы, что это повторится в будущем. Итак, мир может видеть, что приближается нечто катастрофическое. Эти бедствия происходят как? В быстрой последовательности. Давайте посмотрим, о чем Господь говорит нам. Это цитата, взятая из книги «Пророки и цари» страница 277. Для мира наступает время такой великой скорби, что никакие человеческие средства не исцелят ее. Дух Божий постепенно оставляет землю. На море и на суше происходят бедствия. Быстро сменяющие друг друга. Вау! Продолжите чтение, пожалуйста, Хиллари. Нередко мы слышим о землетрясениях, ураганах, разрушениях, причиненных пожарами и наводнениями, с огромным числом шерд, с колоссальным материальным ущербом. Несомненно, эти бедствия происходят в результате действия стихийных, нерегулируемых и неподвластных контролю человека сил природы. Но во всем этом мы должны видеть руку Божью. Но Господь использует все это. Что Он использует? Эти бедствия, которые как происходят? Скажи, пожалуйста, Хиллари. Быстро сменяют друг друга. Но Господь использует все это, чтобы пробудить в людях что? Пробудить в мужчинах и женщинах осознание надвигающейся на них опасности. То, что совсем недавно произошло в Халифорнии, в Техасе... И в Оклахоме... И в Оклахоме... Что Бог этим показывает? Чего Он желает? Пробудить в мужчинах и женщинах осознание надвигающейся на них опасности. Пророки и цари, страница 278. Сегодня к жителям земли обращена Божья весть. Потому и вы будьте готовы, ибо в час, который не думайте, приидет Сын Человеческий. Современное состояние общества, особенно в больших городах, ясно свидетельствует о близости Суда Божьего, о близости конца. Мы стоим на пороге величайшего кризиса всех веков. Вскоре последуют одно за другим различные бедствия. Пожары, наводнения, землетрясения, войны и кровопролития. Остановись здесь, пожалуйста. Что происходит прямо сейчас в Сирии? Кровопролитная война. Я помню, как они применили это химическое оружие против своих же детей и как СМИ начали показывать по всему миру то, что произошло в Сирии. И они начали в этом обвинять Асада за то, что он применил это химическое оружие против своего же народа. И Обама тогда сказал, что Асад перешел в своих действиях к красную черту. Но Обама тогда отказался проводить там военные действия, верно? И затем Трамп стал президентом. И послушайте сейчас внимательно то, что он сказал. Он сказал несколько дней тому назад. Я собираюсь убрать все вооруженные силы США откуда? Из Сирии. И вдруг внезапно, два дня тому назад, сейчас они уже обвиняют президента Асада в том, что он применил химическое оружие, газ, против своего народа, против женщин и детей. Итак, что они теперь собираются предпринять? Они собираются воевать. Друзья, вы понимаете, что здесь происходит? Очень опасно полагаться на политиков. Здесь они говорят одно, чтобы отвести ваш взгляд и смотреть налево. А они в это время действуют уже справа. Здесь дальше сказано. Мы не должны удивляться тем великим грозным событиям, которые начинают происходить. Почему? Ибо ангел благодати уже больше не будет защищать кого? Не раскаявшихся. И когда они видят все эти бедствия, быстро сменяющие друг друга, и что тогда многие будут говорить о причинах этих бедствий? Они будут просить ученых мира объяснить им, но те будут только отвечать, что причины всех этих бедствий находятся в изменениях климата и в глобальном потеплении. Когда будут происходить все эти климатические катастрофы, быстро сменяя друг друга. И какое решение всех этих проблем было предложено Папой Римским для того, чтобы противостоять изменениям климата? Самое главное решение. Соблюдать воскресный день. Связь для церкви, том 6, страница 408-я. Сдерживающая сила Духа Божьего удаляется теперь от мира. Ураганы, бури, пожары и наводнения, бедствия на море и на суше следуют одно за другим. Наука безуспешно старается объяснить причины несчастья. Итак, что по их мнению является причиной всего происходящего? Изменение климата. И что Папа Римский предлагает для того, чтобы можно было противостоять всем этим изменениям климата? Соблюдение воскресенья. Итак, мы видим, что все эти климатические катастрофы ведут к тому, что будет принят закон о воскресном дне. То, что мы уже говорили, и то, что написано в книге «Великая борьба» на странице 584 и 590, верно? Мы видим эти шаги к объединению не только церквей, но и в экономической области. Но для того, чтобы противостать этим всем изменениям климата, они должны будут предпринимать объединение стран и церквей, и так же простых людей. И когда мы видим все это, то мы говорим, что это время для того, чтобы распространять Евангелие. Активный евангелизм. Здесь упоминается. Это время для трудолюбивых рук. И деятельного разума. Девятый том свидетельств для церкви, страница 97-я. В быстрой последовательности суды Божьи следуют друг за другом. Пожары, наводнения и землетрясения сменяются войной и кровопролитием. Посмотрите на города и их нужду в Евангелии. В течение более 20 лет я постоянно думала о множестве городов, нуждающихся в прилежных евангельских тружениках. А кто несет бремя за большие города? Это делают лишь некоторые. Если сравнить великую нужду и множество возможностей, то следует заметить, что данному направлению нашей деятельности уделяется малое внимание. Уайт здесь упоминает в первом предложении о климатических катастрофах, и все происходящее Бог использует для того, чтобы привлечь внимание людей. Но вместе с этим здесь задается вопрос, кто пойдет в это время и предупредит этот мир? Бог предостерегает этот мир и пытается пробудить людей, а люди Божьи сидят и ничего не предпринимают, чтобы предупредить других людей. Это время для пробуждения, для нас, как для тех, кто претендует на то, что исследует пророчество Библии. Заняться работой Божьей и показать этому миру, что означают все эти события. И последнее, запишите эти места Писания. Пятая глава, послание Иакова, стихи с 7 по 9. В этих текстах сказано, что когда мы увидим все эти бедствия, это время для его народа получить ранний и поздний дождь. Ранний и поздний дождь. Одержать победу над грехом и получить печать Божью. Книга Иова, первая глава. Это второе место Писания, первая глава книги Иова, стихи 5-6. Что делал Иов перед тем, как начали происходить все эти бедствия? Он все потерял. Бизнес. Его дети погибли. Но что Иов делал перед этим? Он серьезно молился. А в течение этого кризиса? Продолжал молиться. А что мы должны делать, когда увидим, что приходят все эти бедствия, быстро сменяя друг друга? Когда происходит это поспешное объединение наций? И также экономик и церквей, которые противодействуют народу Божьему? Что мы должны делать, подобно Иову? Смирять наши души, молясь за людей и работать для их спасения. Книга Иова, первая глава, стихи 21-22. Когда Иов все потерял, что он сказал? «Наг я...» «вышел из чрева матери моей...» «Наг и возвращусь...» «Господь дал...» «Господь и взял...» «Да будет...» «Имя Господне благословенно...» На протяжении всего этого кризиса Иов не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге. В этом кризисе Иов ходил верой, надеясь на Бога, потому как Бог дал ему веру для того, чтобы он мог все претерпеть. Веря тому, что Бог позволил случиться всем этим бедствием. И мы, как народ Божий, подобно Иову, должны пройти через все это, основываясь на том, что написано в послании Иакова, 5-й главе, стихи с 9-го по 11-й. Но что же жена Иова сказала ему, когда он страдал от того, что с ним произошло, проказа и так далее? «Похули Бога и умри». Когда народ Божий будет проходить через подобные проблемы, они также по проведению Божьему будут проходить через болезни. Все эти проблемы, которые обескураживают человека и разочаровывают его. Но что сказал Иов на все это? Ты говоришь, как кто? Как одна из безумных. Если я собираюсь получить какие-то благословения, то я должен ожидать, что может прийти кризис. И Иов продолжал славить Бога. Он прославлял Бога и во время кризиса. Друзья, опыт Иова должен стать нашим опытом. Поспешное объединение банков, экономик и церквей, все это будет противодействовать Божьим людям. Живем ли мы верой? Евангелизируем ли мы активно пробуждая этот мир и церковь? Кто чувствует эту ответственность за спасение душ, которые нас окружают? Можем ли мы встать и сказать, вот я, используй меня, пошли меня, очисти меня, используй меня. Аминь.